всем здорово ребят с вами поршень покинул чат и сегодня у нас на обзоре великолепный кроссовер это у нас audi q7 3 литра турбодизель 200 по моему хозяин 240 лошадок не коротко автомат 6 ступка комплектация ну можно сказать практически максимальная только без парам и пневмо подвески на так здесь в принципе все по такому по максимуму слайник пары все фары не рестайлинговые то есть еще такие старенькие машина нас 2008 года мотор тут как вы сказали 3 0 посмотрим что у нас тут интересно мотор касса 240 сил v-образный 550 ньютона метров так что у нас тут ребята по двигателю петель тут перебраны много чего считать была полная полный перебор двигателя tnvd тут стоит от двигателя старого то есть вот 2005 по моему делался по 2008 год и он в это время не пускал стружку то есть та версия готова которая была раньше она не пускала стружку а вот новые появились которые отшли на в данном ветер это они пускали стружку так что хозяин решил поменять тнвд по поводу обслуживания данного двигателя сам ветер по себе надежный хороший единственно даже стружка но это решается заменой тнвд обслуживание ну поскольку нас премиум-класс обслуживание у нас дорогое на самом деле был две телекапитальный ремонт примерно в полторы тысячи долларов это у нас 6000 злотых что было поменяно форсунки форсунки чистка форсунок было за две тысячи злотых это чистка форсунок получается чуть чуть больше 500 долларов где-то 600 плюс-минус замена тнвд две тысячи это сам тнвд оригинал вриарим только об оригинальных частях потому что владелец ну в основном только на оригинальной части у нас смотрит форсунки как уже ранее что две теле довольно таки дорогой обслуживание вся машина дорогая форсунка одна стоит порядка 300 долларов это 1000 злотых за одну форсунку что ребята на последние деньги не дай бог покупать такие машины тут две теля дорогие тут ну тут все в принципе такое дорогое это не моя четвертая которая у нас в прошлом выпуске вела была там студент может содержать студент может но тут студенты я тупо не потяну особенно с последним проблеме что у меня еще с машиной случается если у меня тут такое случилось все это просто хавайте храните меня на кладбище польском по поводу мозгов это одна из самых дорогих частей в данном двигателя вернее в данной машине вот они здесь находятся цена их начинается от 4000 злотых до 7000 злотых в долларах это около полта от полторы не 1200 1300 до скольки получать до 2000 долларов примерная цена проблема в данной машине то есть q7 частенько бывает что влага попадает в мозги и соответственно мозги вообще улетает почему потому что забиваются каналы как дренажные каналы дренажные каналы на забивается вода соответственно не проходит вода не уходит и мозги можно сказать плавают в водичке ребятки чтобы вы понимали если что-то случается с двигателем в данной машине во время проданы дверь хотя они там которая помощнее там еще хуже ну смысле хуже не по техническим данным а по ценовым категориям я как студент могу вам сказать что делается на лучшее или хуже данным в данных машинах студентов не советую короче капитальный ремонт данного двигателя обойдется вам примерно от полутора тысяч баксов это в польше соответственно россия украина там по моему цены подороже так что может быть еще дороже хочу поправить себя немножко то есть ремонт за работу конечно же россия украина вот страны снг денег у вас конечно меньше возьму чем здесь но но за детали в этом заплатите сто процентов больше вот я сейчас столкнулся с данной проблемой своих моторах батя мне там говорит заголовку это там 500 баксов короче как минимум пойдет но я тут нашел 800 900 злотых то есть это у нас сколько долларов это у нас 150 примерно нет ни штукого 150 200 250 200 долларов здесь можно найти ну я если говорить про audi a4 b7 с мотором 2 и 0 3 то данного автомобиля поменять масла фильтра топливный масляный фильтр вот такое но обычная нормальная то которое мы все должны автомобилисты менять данных машинах данных вообще в машинах около 250 долларов плюс-минус 220 230 200 ну это уже такие средние цены от 200 до 250 долларов это стоит тут стоит у нас не ремень от цепь у нас их 4 до 4 у нас их 44 цепи чтобы не говорю поменять просто купить цепи это выходит 2000 злотых а 2000 злотых это у нас сколько долларов 400 500 500 долларов примерно около 500 больше в общем по двигателю мы углубляться не будем почему потому что я на самом деле не нам немного не сильно начитан так что сказали вам так поверхностно рассказали по данному двигателю основные моменты если хотите то я лично могу углубиться более в данную тему в этот двигатель и рассказать вам больше извините пожалуйста за некоторые косяки они есть да не бывают потому что я не профессионал но я стараюсь так нашу ребята перейдем к следующей части перейдем кузову к салону сначала салон так салон у нас практически максимальной комплектации кожаные сиденья так ребята по салону салон у нас как видите такое комплектации в максимальной нету к сожалению или даже частью ну скорее всего к сожалению у нас нету панорамной крыши руль нас трехспицы вы кожаные слайновский красивый тут везде кожа рожа все по красоте вот здесь кстати на бачках заметите здесь алькантара такая серенькая такая черненькая приятная очень даже качественная по поводу пластика ну вот здесь честно вам сказать ну я немножко удивлен он не очень такой не мягкий он твердый такой дубовый знаете я бы не сказал что все четко тут даже в моей моя 4 тут помягче поприятнее эти пластики все все эти дела интересные подлокотник кожа рожа автоматик так тут у нас есть что у нас здесь есть радио bluetooth вроде бы есть но я вот сколько не мог я вот пытался подключить свой телефон к сожалению не смог наверное я немножко отстал и как говорится но 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 как то так так тут у нас двухзонная климатизация пожалуйста тут у нас подогрев сидений есть все по красоте как надо руль у нас тут мультифункции не то есть это у нас мульти мультируль до мультируль здесь у нас 4 стеклоподъемника автоматические с системой то есть замыкание для детей получается закрыл и они не могут открыть задние стекла человек который аудио 4 у него есть бардачок который часто ломается из-за какой-то ручки вот здесь которая здесь нет вот как ее открыть вот скажите как и открыть а вот так опа и смотрите как прикольно красиво выезжает ничего себе вот так вот ну жалко конечно обратно не заезжает на не заезжает но это уже ручкой все ребята перейдем на задние сиденья посмотрим как сидится так тут у нас номера так смотрите что у нас тут интересного сзади начнем с удобности спереди я сидел удобно под мой рост метр 85 перья сидел нормально то здесь для моего роста очень даже довольно таки просторно над головой места много тут тоже в принципе ну вообще можно можно разложиться я бы сказал так удобно удобненько нормально у нас тут еще интересного в подголовниках у нас стоят экрана экраны скорее всего не сенсорные они по моему там отключены на данный момент но экраны есть пульт их ним есть в общем фишка такая прикольно интересная тут вижу шторки есть что очки раз о красиво рома вы механик оценил мы шторки он любит черные так что еще у нас тут будут папа пиличка пипи пипельница стеклоподъемник чё еще у нас тут климатизация у нас здесь есть здесь есть носит розеточки 12 вольт сховык тут у нас тоже еще есть климатизация по бокам обдувчик приятненький красивенький хорошенький но по поводу все-таки максимальной комплектации я сказал там почти максимально нет тут все-таки такая средняя комплектация электро сиденьев нету то есть и регуляции электрическая у них нету массажа нету ничего такого нету специфического ну сидится вам тут скажу в принципе просторно комфортно интерес как ребята еще нашел такую фишечку можно регулировать спинку такое еще не знал то есть об подрегулировали он себе жгли так чисто дороге нормально если что подучи вообще пойдет можно мне еще старшу ну пивко я не пью мне сок 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 можно сюда и я разложился сюда еще анечку вы хотел бы сказать девочек но у меня уже девочка есть так что одна анечка так еще и подлокотник ем мы там еще ну смотрите ну это кайф это кайф это комфорт это удобность ну премиум класс но если у вас есть бабки ребята можете себе такое позволить в моей audi a4 of self ну все там чуть-чуть головку положил нормально тут по красоте да тут еще нас подстаканнички есть об любите кофе попить я тоже люблю так что рекомендую нашел нас и за фиксы для детишек сюда можно к шеселку креселка бахнуть наверно на мои а мои тоже есть да на мои тут тоже есть тоже можно сюда бахнуть все у нас тут еще интересного тут у нас ну подымается там понятное дело ничего такого по поводу важного отсека ну как видите можно что-то длинное сюда просунуть лыжи если любите лыжный спорт я не знаю люблю ли не люблю потому что никогда не пользовался никогда нет ну короче поняли никогда не издал вот так вот тут вроде разобрались вопросов нету но тут свет есть понятное дело полетели смотреть багажничек что у нас интересного а тут еще такая фишка q7 есть типа нажимаешь кнопочку и багажник открывается а ну давай снимай багажник ну как бы нормально он должен открыться но видать тут что-то механизм немножко ну немножко что-то с ним не то так что берем ручки и ручками открывая они лучше открывать уже давайте его закрою да я открою аккуратненько и открою опять не будем так важничек открыл и что у нас тут багажник так базики у нас вместо в принципе многовато но но не очень я вам скажу не очень мне кажется что в моей аудио 4 по 7 почти почти столько же место почти так ширина багажника такая ну в принципе нормально тут ночью поместится если нас шторка не шторка рулета называется это по-польски по-русски не знаю как честно говоря что у нас тут запаска есть нету посмотрим что у нас тут запаски по-моему и здесь нет они да вот там должна должна быть внутри но ее по моему нету хозяин нет а есть есть на наш это а что-то там бахнут видать это только лицо которое на дороге бах там рассказывал хозяин что у него лопнуло каль они это лопнуло не в этой машине этого 4 ну ладно в общем что-то там да есть главное что есть вот так вот смотрите у нас еще по багажничку ну сколько тут литров наверно 500 и все ладно не буду гадать не знаю честно скажу вам но парни принципе дайте посмотрим буду как сайта сайта я помочь не буду пачки такого аккуратно ну какой-то собаку сюда точно можно бах такого роста не с меня конечно собаку какой-то можно бах и смотрите вот у нас кнопочка раз и он сам закрывает так давайте по кузову пройдемся что у нас тут кузов в принципе нормально оцинкованный ничего так сильно не гниет ну тут давайте посмотрим что у нас тут тут у нас немножко видно жарки ну непонятно с чем это связано на самом деле ну где-то она есть 6 я на есть смотрите ручки у нас тут кстати здесь ручка я уделен почему на ключе обычно очень часто в ки седьмых проблема с ручкой что они без то есть без ключевого доступа они у них тут сенсор и тут получается 3 сенсора если там что-то наворачивается с одном сенс в одном сенсоре то там очень дорогие стоимости обслуживания от этого починки этих дел и очень мало кто чинить поэтому покупают в основном целую ручку а там деньги за область на самом деле а у нас тут об ручкой открыл дедовским методом и все нормально так посмотрим что дальше по кузову посмотрим вот здесь вот здесь кстати есть такая проблема но она поменьше видать все таки там или ключиками или чем-то или колечком чем-то задевали посмотрим что у нас тут тут у нас в принципе ничего не гниет все красиво все нормально посмотрим что у нас вот здесь на списка строится или нет да есть вот немножко ну в принципе допустимо нормально машина у нас не новая как говорят в польше может быть может быть что ребят тут ключик аналибра 5 подвеска вам скажу такая жестковатая такая тверденькая я бы не сказал что тут мягко на ней едется довольно таки тверденько рулится очень так приятно плавно мягко так как новых таких машинках по красоте здоровая едешь едешь как будто в натуре как будто в танке едешь такая ух я честно говоря на кроссоверах еще никогда своей жизни не ездил но могу вам сказать что такое натуре как будто едешь хотя на бусики вот на пути как я ездил на бусиках вот что-то типа такого типа тоже высоко высоко сижу далеко лежу подвесочка тут трохи трохи немножко жесткая потому что тут не пневматическое тут получается обычная подвесочкой поэтому так немножко трудно трудно проходит ямки эти все дела твердо твердо попка чувствует подогрев есть на супа даре ну-ка посмотрим поехали а подогрев у нас тут он либо есть либо его нет то есть нет вот например в моей есть также несколько режима там надо одного до 6 а здесь походу походу вот один и все либо греет тебе жопу его тебе жопу не грей да ничего нету такого по поводу газа я тут давать сильно не хочу и люлей почему потому что двигатель на обкатке стоит и хозяин катается там до 300 до 3000 оборотов поэтому я вам не скажу насколько она прям резвая но чуть-чуть могу там до 2 с половиной но честно говоря тупит тупит есть немножко такое что наша она подтупливает вот я газу дал надо тут правда дальше 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 вот я газы и даю и она где-то секунду она думает а потом уже дает но это наверно чай это наверное за коробки скорее всего тормоза у нас по тормозам но тормоза такие такие слабоватые сказал слабоват сейчас еще раз попробуем да тормоза такие но некоторые там говорят что они ставят тормоза от по моему от каенов и они гораздо лучше но тут скорее всего такие стоят от audi оригинальные и они там я часто слышал часто смысл принять часто читал информацию по поводу тормозов и они тут такие себе не очень ну для для веса автомобиля сколько там вес по моему 2 200 и 2 300 и 200 и 2 300 вот красный подождем еще немножко удобно удобно сидишь сидишь в принципе как как король посылка игоря войтенко кто знает пишите в комментах сидишь как король топишь как король хотелось бы попробовать как она все-таки по максимуму валит мысли бахнем спорт просто так же почувствовать как она будет лучше ворвать сначала линию на максимум конечно не буду давлять педаль ну так просто легенько спортики посмотрим расход что у нас тут по расходу я не сказал но тут тут есть уже более реакция немножко на педаль уже поинтереснее по расходу 20 литров сейчас показывает на 100 километров в среднем у нее расход я не знаю не ездил но смотрел там по трассе там сколько 11 бывает литров 12 по городу 17 плюс-минус литров но не про данную модель не про данную модель но не про данную машину данную машину я настолько прям точно не знаю давайте посмотрим чего нет по расходу мгновенный 26 литров 26 литров на это сейчас мы перейдем в режим обычной езды вот обычно это был спорта это вот обычно 13 литров сейчас позже как-то проедемся с хозяином машин там на автостраде можно немножко и немножко и дадим люлей говорится и тогда уже точно прям могу сказать чё она как она резала не резана потому что тут 240 сил по и она нормально должна давать но потому что мотор на обкатке не будет не будем ее сильно затрачивать ну не могу найти как подключить телефон ну не могу ну как вот ребята напишите в комментариях кто знает каким же образом его тут можно найти ну короче ничего не могу возможно вас телефон не соединен или не подключен так как его соединить я моей хвата вкладываться вкладываться ничего не накладывал мое личное мнение по поводу данного автомобиля я студент как вы знаете я студент и себе честно скажу я такую машину не брал во первых ну мне мне в принципе кроссоверы не нравится это не это не мое я как-то ну нет ни не особо при предрасполагаю к данному кузову скажем и я бы все-таки брал уже там для себя ну это ладно это уже такое дело ну машина удобная машина комфортная все классно все четко моща есть интересно можно разложиться тут ну видно что все таки класс класс высокий класс премиум класс автомобиль но дара дара ребята дорога дорого я то и об 100 процентов не потянул но рада на человек но среднестатистический человек было бы тяжело на последний день есть сто процентов такую машину брать не надо и я не советую то есть если вы там найдете даже по хорошему прайс и и там скажет ну там чуть-чуть ветер что-то стучит не стучит мне ребята отказывайтесь тут влаживать 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 очень много очень много влаживать в такие машины потому что ну премиум класса он на то и премиум бабок он стоит нормально а так если вот сердце прокатился по кайфу четко если бабки есть можно так что ребята вот наш обзор подошел к концу надеюсь вам все понравилось старались как малей информации не очень ну а но такой кратенький обзор получился с нашей audi q7 ставьте лайки подписывайтесь пишите комментарии критику все одобряем ставьте лайки ставьте лайки если понравился если не понравился но мне конечно желательно не ставить но можете ставить говорится поршень покинул чат а вы не покидать